Добро пожаловаться! Господин Сидорко, не могли бы вы разъяснить проблему проверки счетчиков? Здрасте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них. А как? Вы не могли бы нам посоветовать? Я могу очень коротко сказать, что... На коммунальные вопросы. Очень сложные вопросы. Это вопрос, наверное, не Дома управления и даже не жильцов. Я понял вопрос. Спасибо. В законе написано очень четко. Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко. На вопрос у меня был господин Сидорко. Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступили. У меня к вам вопрос. А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться. Вот таков наш закон. Итак, доброе утро, доброе утро. Понедельник, 30 сентября, 10 утра, самое начало 11-го. Самое время для программы Добро пожаловаться. Сегодня ее проведу я, Александр Шунин. Сергей Сидорко уже тоже к нам присоединился. В ожидании Айвара Гонтарева мы, пожалуй, приступим. Доброе утро, господин Сидорко. Доброе утро. Кстати, Гонтарев тоже с нами. А, да, ну, почему-то я его еще не вижу в зуме, но огромное спасибо, что поправили. Это хорошее известие. Так, уважаемые слушатели, напоминаю, телефоны прямого эфира 6721-2939, 6721-3939. Доброе утро. Доброе утро, Айвар. Да, вот теперь я вас слышу и скоро наверняка увижу. А номер WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Что ж, начинаем. Начать я предлагаю, ну, в преддверии 1 сентября обсудить вот какую тему. Отопление в Риге подорожает сильнее, чем прогнозировалось, потому что на 27% именно с 1 сентября 2021 года повысится тариф на теплоэнергию Рига Силтумс. Как это отразится, разумеется, на наших счетах, на наших кошельках, счетах и кошельках? Давайте поговорим на эту тему. Кспен Сидорко, начнем с вас. С чем связан вот этот рост и настолько существенный? Насколько я понимаю, с ценами на газ. Больше, собственно говоря, очень трудно понять, о чем идет речь. Но есть тарифный регулятор, он установил цены. И я хочу сказать, что повысилась цена на закупываемую теплоэнергию, которую закупается вот в Риге Силтумс, насколько я понял, не подорожали в этой ситуации. Так что это все связано именно с производством теплоэнергии. Как отразится? Ну, естественно, что это отразится повышением счетов. Все очень сильно зависит от того, какая будет погода. Если повезет и теплая зима, это одни счета. Хотя я бы сказал так, что по моему опыту самое большое удельное потребление тепла идет, когда слякотная погода около нуля. Тогда все очень достаточно неприятно. Ну, а так, может быть, наконец-то люди поймут, что вот все эти разговоры относительно того, что вы утепляетесь, а нам цены поднимут и так далее. Ну, сравните сами. Кто-то будет платить на 27% больше, но по отношению к уровню сегодняшнего. А кто-то будет к тому уровню, который он достиг при утеплении. То есть где-то в два раза меньше все равно счет. Я правильно понимаю, то есть вы оцениваете, что рост тарифов будет равноценен вот этому подражанию? То есть надо накидывать где-то треть к счетам от прошлой зимы? Ну, конечно. Это как минимум. А если будет холоднее, то еще больше. Еще очень сильно зависит от того, когда начнется отопительный сезон, когда надо будет топить. И когда он закончится, это тоже серьезно сказывается на общей цене. Ну и погодные условия. То есть тут вопрос в том, что эта цена на один мегаватт повышается, а сколько мегаватт мы потребим, это уже вопрос второй. Чем энерго более эффективное здание, чем лучше оно утеплено, чем лучше оно оснащено, тем меньше оно будет потреблять этого мегаватта. То есть там, где в одних случаях хватит полмегаватта, в других случаях будет необходим мегаватт при прочих равных условиях. Соответственно, и цена будет расти. Господин Гунтарев, вы согласны с такими расчетами, что примерно на треть пропорционально наши счета тоже увеличатся? Даже больше, потому что мы сравнивали сейчас цены по газу, которые были зафиксированы год обратно, или даже полгода обратно, и теперешний там рост даже 200-300 процентов. Ну, конечно, то, о чем мы сейчас говорим, это непосредственное влияние на тарифы в Риге с Филтонсом. Да, 25-40 процентов, это смело те расчеты, которые показывают, что сейчас биржевая цена, что пойдут наверх. И счета по электричеству, и счета по отоплению, это мы уже сейчас видим. То есть вы можете посмотреть сейчас биржевую цену также на электричество, два с половиной раза она выросла по отношению к периоду там 6-7 месяцев обратно. Ну, таким образом вырастут тарифы, вырастут счета, вырастут и долги. И учитывая не самую благоприятную ситуацию с долгами в городе по поводу именно долгов за отопление относительно Рига с нам упарывал, не к с того же самого, ну и что мы все будем делать? Ну, я бы сказал так. Скорее всего, проблема долгов сегодня стоит практически у одного Рига с нам упарывникса. Я не думаю, что у них население живет какое-то исключительное, которое по своему социальному составу отличается от тех же домов в Пурции, где находятся мои кооперативные дома. Просто-напросто нужно, во-первых, людям приучить их к мысли, что не платить за квартиру это нехорошо, по крайней мере. И второе, работать с должниками. В третьих, ведь когда мы говорим об этом повышении, это локальное повышение, оно зависит от конъюнктуры. Но есть еще и другой вариант. Вы помните, что там везде в Евросоюзе провозглашено стать зеленые цены и так далее, ноль эмиссии и все прочее. Значит, за использование тепловой энергии произведенной при помощи топлива любого, невозобновляемых, скажем, систем или там ветровой энергии, за это все время будет расти пошлик, будут расти налоги. Так что цены на тепло будут расти. И чем дальше, тем больше. Поэтому я бы еще раз сказал, что долги, недолги, думать надо о главном. Нужно свои здания приводить в порядок в соответствии с тем требованиям по теплоэффективности, которые сегодня имеются. Тогда можно будет говорить о том, что все-таки будет соразмерная плата с этим. И хорошо, какие шаги для этого можно предпринимать? Ну хорошо, вот мы с вами сейчас эту тему в очередной раз поднимаем, обсуждаем, говорим об этой необходимости. Но разъединительная работа должна проводиться со стороны, я не знаю, того же самого Министерства экономики, например, разве нет? Какие-то должны быть доступны ресурсы материальные для жильцов, для того, чтобы скинуться и утеплить дом? Ну, я бы сказал так, я про Министерство экономики и, скажем, информационно-пропагандистов компании, я бы уже перестал говорить. Я участвовал в очень многих мероприятиях, которые проводились за госсчеты, очень масштабных. Я бы здесь сказал так, в конце концов, населению нужно просто немножко прислушаться к тому, что им говорят, а не просто ходить на семинары. Это первое. Информации было полно, и сейчас полно. А второе, это то, что какие инструменты, есть же средства софинансирования. Почему в Риге самое малое количество домов, которые воспользовались этим? Рига, Далгопилс и Резик, насколько я понимаю, это три города, которые почти этим инструментом не пользуются. И какие объяснения? Ну, я не могу объяснить. Я не могу объяснить. У меня из 27 домов 10 домов подписались и реновировали свои дома, и живут долго и счастливо. И довольно счета достаточно низкие. И есть 17 домов, которые ходят, повесив все медали, что мы им не дали, нас виновили. Но это как антиковидники. И поди объясни. Но люди испытывают даже в некоторых случаях гордость. А мы не дали, мы не согласились. У меня были два или три дома, которые дважды присуждалось финансирование, и они в последний момент отказывались от реновации. Трудно объяснить. Это уже скорее в головах потребителей, жителей, а не в усилиях государства и всего остального. Конечно, там другой есть вопрос о том, насколько государство готово, если завтра все масштабно захотят реновироваться. Вот тогда это вопрос, потому что у нас отсутствуют промышленные технологии, реновации. Это связано вообще практически каждый дом, несмотря на то, что два одинаковых дома рядом стоят, на них проекты делаются. Каждый как будто уникальный, индивидуальный какой-то вещь и так далее. Там есть много невешенных этих организационных вопросов и технологических вопросов. Но это необходимо только людям принимать вещания. Айвар, в свою очередь, вам как кажется, какова аргументация не соглашаться на подобные проекты, о которых только что Сергей Сидорко рассказал, что отказываются? Айвар, вы еще с нами? Нет, в основном это страх. Да, с вами. Да, да, да. Была определенная задержка. А страх чего? Страх от того, что это что-то новое, что-то нужно реновировать, какие-то решения принимать и те же самые кредиты. Из-за этого люди не соглашаются. Они же привыкли жить в этих домах и свыклить с этим. Они понимают, что может быть иначе. И, например, те дома мы видели, которые реновировались, только через какое-то время соседи тогда были согласны тоже голосовать за реновацию, когда они рядом видели конкретный дом такой же серии, который конкретный управляющий уже довел до восстановления. Только тогда они верили. А так это страх, не знаю, неведомо. Того, что они понимают, не знают. Ну, конечно, личный пример, особенно удачный личный пример, он всегда важен, потому что показателен. Да, действительно, сходил, посмотрел, как у соседа стало современно, красиво, тепло, и счета уменьшились, и сразу тоже захотелось. Но кто-то должен быть все-таки первым. На ваш взгляд, вот тоже Сергей сказал, что все эти государственные программы, они надоели, информации хватает, но что-то должно побуждать. Ты же не будешь ходить за каждым жителем, за каждым подъездом, за каждым даже домом, и убеждать, мол, надо, 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 надо. Какое-то коллективное сознание может сформироваться благодаря чему-то? Ну, коллективное сознание формируется благодаря кому-то, или чему-то. И отношение государства за все эти годы, уже несколько десятилетий было такое, что, ну, это ваша частная собственность, вы сами там принимаете эти решения, хотите, не хотите, там, нам до этого большой заботы нет. У нас никогда не было в государстве одного ответственного, который бы отвечал за энергоэффективность домов, и за восстановление целиком всего жилого фонда. Нету одной персоны, вот вы не можете назвать ни одной персоной за все это время, кто бы вот думал про этот день и ночь и двигал все это вперед. Если нету движущей силы, если все это оставляется только на плыву со мной жителей, ну, вот у вас есть механизм, да, там, ну, хотите плывите, хотите не плывите. Но это неправильная политика государства, потому что, ну, государство же устанавливает какие-то правила и ведет в определенное русло, да, все политики и все остальное. Ну, очень медленно, очень часто, тяжело, каждый шаг эти делается, да, там, не знаю, я пять или шесть лет обратно говорил про то, что вот нужно сделать это общенное обследование, и только не я, многие профессионалы пишут на меня, говорили, нужно сделать общенное обследование всех. Плюс, чтобы понять, насколько они выдержат, выдержат долго, да, и так далее, и как их правильно восстанавливать. Ну, мы сейчас только видим, что вот вторая серия сейчас, вторые десять домов всего лишь обследования, но все очень медленно, из-за того, что нету целенаправленной политики в государстве. Ну, да, у нас, кстати, не так давно в эфире радиоболком был представитель РТУ, который как раз-таки занимается исследованием типовой советской застройки, да, речь шла о том, что очень медленно серия за серией исследуется. Кстати, пользуясь случаем, вы согласны с его мнением, ну, вообще сомнением, что вот эти советские дома типовые, они при должном уходе к основным узлам простоят еще от 50 до 100 лет? Я уверен в этом, потому что, если вы поднимете документацию советского периода, их расчет на дома к 70-му году, начало строительства, их расчет на конструктора закладывали на срок службы 150 лет. То есть, тут никакой новости нету, это то, что у нас манипулируют с этими цифрами там, срока службы, это манипуляция, она ничем не подтверждена, это кто-то как-то прописал вместо 150 лет 160, даже 60 лет, 50 лет. Это первое. Второе, есть же документы советского времени, которые предписывают, как надо ухаживать и содержать эти дома. Там все регламентные работы прописаны, чтобы делать это. Если ты этого придерживаешься, то они простоят и больше. Потому что, давайте говорить так, нормативность срок службы истинных расчетовок панельных в Генскалсе было 25 лет. Сколько уже прошло времени? Стоят? належащий уход, это и все. Больше ничего. Эти нормативы не предусматривали утепление. Ну, как утеплялись лет 25-30 назад? Ваткой заткнул, газетой заклеил. Я могу сказать так, во-первых, тепловые показатели, когда проектировались дома, вот эти 70, те, что у меня в эксплуатации, у них было потребление максимально 90 киловатт на квадратный метр в год, это то, что сейчас начальная ступенька реновации. То есть, если мы их сначала, а у нас в среднем сейчас эти дома потребляют, ну, скажем, 120-150 киловатт. То есть, это уже сигнал того, что те дома, которые потребляют так много, они в очень плохом состоянии. То есть, это стены влажные, крыша течет и так далее. Это индикация того, что с конструкцией не все в порядке. Поэтому приведение конструкции в порядок, а утепление, ну, да, это значительное повышение энергоэффективности. То есть, это уже, скажем так, доведение здания до того состояния, чтобы оно отвечало требованиям сегодняшней, ну, вот, зеленой идеологии и так далее. Ну, а потом я не исключаю такого момента, вы говорите о том, что может побудить. Первое, это цены. Скорее всего, цены благодаря всякого рода акцизам и так далее, мерам по сокращению потребления фасильного топлива, они будут стимулировать. А второе, я не исключаю, что на энергоэффективные дома будут введены дополнительные налоги. Вот и все. Это очень просто делается. Если у тебя дом не соответствует требованиям нормативов и требованиям по энергоэффективности, плати больше. На самом деле, когда вот идут разговоры про то, что нечем платить, я этому не верю. Потому что на сегодняшний день в доме, в котором я живу, на обогрев и поддержание комфорта нужно в два раза меньше тепла, чем в соседнем неутепленном доме. И у них нет денег, вы хотите сказать. Мы заплатили разово за эту реновацию, давно закончили платить за кредит и платим вдвое меньше за тепло по сравнению с ними. А они говорят, что у них денег нет. Кто богатый на самом деле? Или мы, которые сэкономили тепло, или они, которые его не собираются экономить, потому что у них якобы нет денег. И платят за двойное. Безусловно, богаче тот, который сумел сэкономить. Но сложно же действительно. Вы сами говорите о том, что ему сложно договориться с людьми и убедить их потратиться на эту реновацию. А тут еще, смотрите, надо скинуться на реновацию, потому что тепло растет, стоимость его, и опять же, уже сегодня прозвучало, что оно будет расти и в дальнейшем. Вы предполагаете, что могут какие-то дополнительные ввести налоги, штрафы за неэнергоэффективные дома? То есть, опять, как говорила моя бабушка, что ни день, турубь докладывай. То есть, за это заплатил, за это заплатил, за это заплатил. Экономическая ситуация такая, какая она есть, платежеспособность населения такая, какая она есть. Да, средняя температура по больнице, ну, я имею в виду, среднее материальное положение жильцов дома, ну, может быть, оно еще и более-менее позволяет. Ну, есть семьи, откровенно нуждающиеся, ну, как они будут скидываться. Ну, если мы говорим о нуждающихся и о городе Виге, то все, кто находится на уровне нуждающихся или там малообеспеченных или там на уровне нищеты, они все получают социальную помощь. Они все исправно получают социальную помощь, и я хочу отметить, что социальная служба не смотрит в счет. Она смотрит на величину счета, она не смотрит внутрь счета. И если у тебя повышается плата, скажем, за включением позиций за виновацию, социальная служба его тоже гасит. Так что здесь механизмы определенные есть, может быть, не в полной мере, но опять-таки все расчеты и все практики, которые уже получены, показывают, что несмотря на кредиты, несмотря на все, после окончания виновации, а процесс виновации собственно идет в течение 3-4 месяцев за лето, после этого суммарный счет по всем позициям вместе не увеличивается или увеличивается незначительно. У меня вот 12-этаж, который мы сделали по полной программе виновацию, получилось так, что люди стали платить сведения на квартиру на 3 евро больше, чем до виновации. Это что, существенные деньги? Это что, вот из-за этого нужно копию ломать и говорить, что у нас денег нет? При том, что это срок на 10 дней. эти 3 евро дополнительных, причем учитывайте, что... А сейчас еще при тарифе, который поднимается, еще эти 3 евро уже выровняются и даже выгодно станет. Ну, так и получается. Это совершенно верно. Чем больше об этом говорим, тем больше должно быть пользы. Напоминаю, в эфире программа «Добро пожаловаться» Сергей Сидорко и Айверс Гонтаревс. Еще я хотел бы обратить ваше внимание, внимание радиослушателей, что похоже, что в ближайшее время Евреческая дума сделает наш город не только городом-столбиком, но и городом-мусорником, мусорных контейнеров, потому что сейчас готовится постановление, в котором краткое содержание такое. У каждого дома должно стоять как минимум 4 контейнера, и, соответственно, это будет как классная картина. То есть контейнер для бытовых отходов, контейнер для стекла, контейнер для картона и металла и контейнер для гниющих отходов. Вот это первое. Второе, вешать, куда ставить эти контейнеры под дом должен управляющий, управляющий еще к тому же должен два раза в год проводить мощную кампанию по разъяснению полезности сортировки мусора. Меня это вообще вот этот подход восторгает. То есть вместо того, чтобы проанализировать потоки, насколько изменилось после запуска сортировки состав мусора, насколько что куда надо, создать какие-то общественные площадки для сбора специфического мусора, Дума принимает решение каждому дому по 4 контейнера. Почему это ведет? Легче переложить на плечи жильцов, чем организованы городские какие-то делать подобные центры. У нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. Алло, доброе утро. Алло, доброе утро. Будьте добры. Алло. Да, 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 мы вас слышим. Говорите, пожалуйста. Какая-то помеха тут идет. Вот в связи с этой историей картельной, а сейчас подготавливается уже там на следующий год, там включены ремонтные работы. Вот как-то повлияет эта история картельная на стоимость этих ремонтных работ, которые будут закладываться. Спасибо. Не знаю, я на самом деле никогда не сталкивался со строителями, которые обвинены в картеле, поэтому есть гораздо, есть большая компания, наши объемы не интересуют тех, кто занимается картельным сговором. Здесь объемы совершенно не те, поэтому мне трудно сказать, а потом как финансово повлиял картельный сговор, тоже никто не сказал. Сказали, что был сговор, и они между собой распределяли заказы. Было, не было, не знаю. Не участвовал и в принципе я понимаю другое. Есть простая вещь, вы готовитесь, планируете ремонты, сделаете сначала необходимую финансовую и техническую документацию, опубликуете ее, и тогда вы будете уверены, что все, кто вам предлагает, будут предлагать один и тот же продукт. Тогда можно что-то сравнивать. А если просто объявить, что нам нужно заменить трубы и дальше каждый строитель по своему усмотрению будет вам выкидывать смету, ну тогда вы получите. Если не картонный сговор, то, скажем так, отсутствие гарантии, что это оптимальная цена. – Хочу напомнить телефоны прямого эфира 67212-939, 67213-939 и номер WhatsApp-чата 230-6191. Давайте вернемся к любимым мусорникам. Действительно, это то, что нас ждет в ближайшем будущем, все эти веселые изменения. два года. – Да. А большая же проблема, на самом деле, куда их поставить во внутридворовом пространстве, потому что в спальных районах зачастую территория, прилегающая к дому, уже частная и не относится к дому? – Даже не в том, что она частная, а дело в том, что если вы посмотрите, вот если мы берем девятиэтажки, то большинство из них, ведь какое условие для расположения мусорника? Он должен быть на определенном отдалении от дома, при этом ему должна быть дорожка с покрытием, которая позволяет его вывести до машины. Нет такой земли. Нет такой земли. Либо она есть за фасадом, либо она есть в помещении мусорного провода, но там, вы сами понимаете, там один мусор стоит. А за фасадом там газон. Значит, строить дороги, асфальт и так далее. Второе, остается зона газон или тротуар перед домом. Ну, значит, под окна. – Тоже весело. – Скорее всего так. У меня, допустим, у девятиэтажек на Воровикс, на Гатву, и все стоят на тротуаре. Бегайте, где хотите. Дело в том, что так не обещается. И потом вот предложение те же контейнеры для гниющих отходов. Емкостью минимальной двести сорок литров. То есть, это четверть куба. Вот мне очень трудно представить. А берут каждый раз, когда подъезжает машина мусорная к какому-либо из контейнеров, она берется плата как за полный. Не важно, он на половину, он на треть, он на как. Нет, берется как за полный. Почему-то в Юрмале могут по весу тратиться. Здесь этого нет. Значит, получается так, ну поставьте контейнер с гниющими отходами, ну не наберется там сорока ведер пищевых отходов в виде там обрезков мяса, обрезков овощей и так далее. Ну не наберется даже за месяц. Это что, он должен, минимальная частота вывоза раз в месяц. Это что, он месяц должен стоять вонять, чтобы платить? Нет, это вообще какая-то ерунда. Ну тогда платите каждый третий день за то, что вывозится одно ведерко мусора. Но платите как за четверть куба. Вот и все, весь расклад. Я не знаю, какой интерес здесь лоббируется. Во-вторых, когда задумывалось, понимаете, реформа мусорная как таковая нужна. Нужно сортировку продвигать, нужно все, но нужно тогда делать площадки такие, которые бы позволяли людям удобно все это производить. Ну какое будет отношение, что у тебя эта ванишка будет стоять под окном. А это обязательно ответ. Кроме понятного раздражения, больше ничего не будет. Звонок из эфира. Да я не знаю, а еще и эпидемия может. Не дай бог, и крысы. Да, доброе утро. Доброе утро. Я не понимаю, вот выдается Изине Мазна Дрошиноск пятый год уже, и никакой помощи на квартплату нету. Да, спасибо за реплику. С этой репликой надо задать вопрос социальной службы, я не в курсе. Я знаю, что люди, многие получают, я вижу по счетам своего кооператива. Какие квитерии, что значит Мазна Дрош, если при каком уровне какая помощь положена, это пожалуйста в соцслужбе. Звонок из эфира еще. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Дорогой товарищ Чедорко, у нас ситуация 12-ти квартирный дом Хрущевка 59-го года рождения, и владельцы уехали за границу, и квартиры сдаются. Четыре квартиры сдаются. Мы хотим реновировать, но у нас не можем собрать кворум. Как работать, как сделать, подскажите, что надо, куда обращаться. Они не появляются на протяжении многих лет, и кто-то их администрирует, их прибыли, но дело не с мертвой и договориться вообще невозможно. Ну, мне сложно вам так вот в лоб ответить, как, я не знаю, я обычно с теми квартирами, где хозяева не живут, а сдают в аренду, проблем при принятии обещания не испытываю. Другое дело, что несколько сложно найти их контакты, но есть же интернет, есть разные способы, каких можно войти с ними в контакт. Они, как правило, голосуют за. Когда они получают предложение проголосовать, они голосуют за. И скажу, почему. Потому что не им платить. Платить будут арендаты. Таковы условия договора. Поэтому в первую очередь постарайтесь найти контакты этих людей. Не может быть так, что люди исчезли бесконечно. в конце концов можно через департамент миграции запросить место актуальное, место регистрации. Если они вам не дают, через них можно, через департамент миграции можно послать предложение проголосовать этим людям по месту регистрации отправить сообщение. Их надо искать контакты. Обычно эти люди не представляют проблемы. Они просто либо не информированы, либо не заинтересованы. Но для них проблемы в оплате нет. Мы получили сообщение в WhatsApp-чате примерно следующего содержания. Здесь просто их несколько подряд. Но квинтэссенция следующая. В настоящий момент реновация для нас темный лес. Жители не должны за все отвечать и все оплачивать. Государство должно вести и отвечать за работу строителей и гарантировать качество работы. Ну, вот такое отношение. Я могу сказать так, что человек тогда вообще хочет показать себя, что он вообще в другом государстве живет. Дело в том, что государство гарантирует. Для того, чтобы обеспечить качество работ, нанимается строительный надзиратель, который сертифицирован государством и по всем условиям обязан иметь страховку. То же самое касается проектантов, то же самое касается определенных видов строителей. То есть государство в данном случае дает гарантию, что если вы соблюдаете все необходимые условия качественного строительства, то у вас будет гарантия за счет того, что у людей есть сертификаты, они аттестованы на свою квалификацию. То есть вы не допустите неквалифицированных работников. А дальше, ну, я не буду комментировать, государство должно. Государство должно было до 1990 года. Больше государство никому ничего не должно. Либо надо, ну, это уже другой разговор. Ну, тем не менее, это показывает, во-первых, отношения и все-таки отсутствие нужной информации. Ну, я извиняюсь, у меня вот такой вопрос. А почему по автомобилю никто такой вопрос не задает? Ну, почему никто не задает вопрос, почему этот самый, почему техосмотр меня заставляет проходить, почему ремонтируют, заставляют, почему не государство? Ну, это то же самое. Ну, техосмотр тоже есть претензия. Это тот же предмет, который нам необходим. То же самое. Ну, готов согласиться. Есть еще такой вопрос. В прошлую пятницу с нашим коллегой Константином Рангсом мы говорили, и он предположил, что, опять же, все вот эти эко-требования могут, и удорожание, все это связано между собой, зеленая жизнь стоит дорого, это можно вот такую фразу описать, и все это может привести в том числе к тому, что мы снова будем возвращаться к жизни в коммунальных квартирах. Ваш опыт, ваши рассуждения что показывают? Может такое быть? Можем мы как-то уплотняться? Ну, если климатические условия резко поменяются, наверное, не только это нам грозит, если климатические условия так вот катастрофически поменяются. на самом деле я сегодня могу сказать моему большому удивлению, несмотря на ковид, и судя по разговорам с коллегами, мы не ощущаем какого-то финансового давления в связи с этой чрезвычайной ситуацией. Это означает, что общество приспособилось. Каким образом, мне непонятно, но или люди стали более ответственно относиться к платежам, или что-то другое, или они нашли другие источники доходов, но на сегодняшний день коммунальная сфера, там, где нормально работают предприятия, там, где нормально заботятся о финансовой дисциплине, никаких катастрофических проблем нету, по крайней мере, за этот период. А мы ждали, что будет достаточно сложно. Это первое. Второе, всякое может быть, но понимаете, я боюсь другого. Я боюсь то, что там не климат повлияет, то, что если так же будет продолжиться настроение у людей, которые обладают собственностью по отношению к своей собственности, то скоро часть домов северной постройки начнет моментально, я подчеркиваю, моментально и массово сыпаться. Эти дома построены с определенными условиями, и второе, они построены в очень короткий срок. То есть, если какая-то проблема наступит, то она наступит сразу для большинства, для почти одновременно для всех домов, в которых своевременно не произведен ремонт. Что я имею ввиду? Трубопроводы, сейчас они находятся в фактическом состоянии, еще немного, и они перейдут в состояние вообще полного отсутствия. Сила ржавчины, засовенности и так далее. То же самое готовится для системы отопления. И это будет происходить не в одном доме, а во всех домах, где не были профилактики в порядке регламентных работ, своевременно выполненные работы, это произойдет. То же самое с лифтами. Сейчас лифты отслужили свой нормативный срок. Все лифтовые механизмы использовали полностью свой ресурс по ремонтам по всему. 40 лет это тот момент, когда эти машины нужно обновлять, не менять, их нужно обновлять капитально. Опять-таки не будет принято решение, это может привести к массовой остановке. Сейчас там 30 лифтов по Риге стало. Может стать практически все, потому что, я говорю, запущены были они в один момент, и законы эксплуатации, они одинаковые для всех. Если ты своевременно не сделал ремонта, значит, ты попадешь в эту зону риска, и окажется, что негде жить. Айвар, а вы согласны, что мы стоим на пороге такой гуманитарной, можно назвать, катастрофы? Нет, нет, потому что аналитики показывают, что денег у людей в банковских счетах больше, как когда-либо это было. И последние сводки по недвижимости показывают, что опять рынок начинает идти вверх. Столько сделок с такой, скажем так, дороговизной не было давно, ну, не было с момента, когда был кризис последний. Но то, что вы говорите про уплотнение, ну, в принципе, идет, как это, когда кто-то становится богатым, кто-то становится более бедным. И уплотнение уже, де-факто, у меня уже произошло какое-то время обратно, когда вот начали очень резко в рынке строиться, не строиться, перестраивать большие квартиры, в принципе, в коммуналке. Да, там, где вот рабочая сила приезжает, там, в одной комнате по несколько кроват, они двух, трехуровненные, да, где рабочий народ просто вот ночует. И это уже поставлено как бизнес, и, то есть, ну, есть, значит, слои людей, которые не могут себе позволить нормально снимать полноценную квартиру, а только вот такое местечко за 50-100 евро, да, там, просто где переспать и опять утром на работу. То есть, это то, что, может быть, все не видят, но это происходит уже, то есть, да, то есть, богатые становятся еще богаче, а те, у которых не хватает денег, ну, они вот таким образом решают свои жизненные вопросы, и, в принципе, что касается... опять коммуналки становятся в топе. У нас буквально пара минут остается, Айвар, ваше мнение по поводу высказывания господина Сидорко о том, что в какой-то момент все вот эти вот дома, типовые застройки без должного ухода начнут сыпаться практически одномоментно. И трубопроводы, и лифты, все выйдет из строя. Ну, мы же видели, буквально недавно это было, что вот в домах РМП около 30 лифтов было приостановлено, да, то есть, ну, это показывает на то, что на износ систем, о том, что если система неправильным образом не обслуживается, неправильно ее восстанавливается, любая система выйдет из строя. И это тоже связано с тем, что вот в государстве не было какой-то политики о том, что давайте восстанавливаться, ну, хоть шаг за шагом, вот сейчас, например, система отопления, потом система подэканализации, потом лифтовые системы, потом вот конструктивные, да, там все узлы и так далее. Но этого же нет, все остальное кинуто на самих людей, также при этом мусорную реформу, что государство же не позаботится о том, или самоуправление о том, что будут сделаны, централизированы каким-то образом, решены вопросы, в ваших судах нет, вы, жильцы, должны вместе с управляющим это сделать. Так, в общем, вывод такой, действительно, тут напрашивается параллель, совершенно уместная, с автомобилем, это твоя собственность, и если хочешь ехать, ты должен вкладываться в этот автомобиль и за ним следить, вовремя заливать топливо и проходить их осмотр и менять какие-то узлы. Господа, огромное спасибо, время действительно вышло, это была программа Добро пожаловаться, Сергей Сидорко, Айварс Гонтаревс были с нами на связи, до встречи через неделю. Радио Болком продолжает свою работу и портал Микс Ньюс к вашим услугам с самой актуальной информацией. Хорошего дня! Вы слушаете Радио Болком. Виа СМС запускает новое мобильное приложение Виолетт. Установи приложение, пользуйся своим аккаунтом Виа СМС и получи доступ ко всем функциям профиля прямо с телефона.